всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube канала бракской компании а маркетс на связи михаил ричард и рубрика траты микрофон сегодня мы с вами поговорим о том что можно поторговать на этой неделе какие у нас были сделки покажу свои за кто-то и сделки ну и соответственно возможно буду даже какие-то торговые сигналы для входа в сделку поэтому саживайтесь поудобнее сейчас разберем что вообще происходит и куда мы с вами движемся и так первое начнем с макро ситуации в сша потому что все-таки сша больше всего движет рынок и соответственно направляет его в нужное русло буквально вот четверг вышли данные по безработице безработица очень хорошо упала я сейчас даже вам покажу это покажу 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 так это не то наша безработица с вами как видим ожидали рынок 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 ожидал что безработица будет 12 процентов она стала 11 процента то есть видим идет снижение да это большая все-таки цифра это не 5 процентов это 11 в сша это много но в то же время видим общую тенденцию на снижение безработицы это о чем говорит это говорит о том что бизнес уже готов создавать новые рабочие места а в каком случае будет бизнес создавать новые рабочие места в том случае если он видит что в будущем него но заработает больше денег и соответственно готов сейчас потратиться на людей более того это подтверждение того что бизнес готов больше укладываться и больше и видит то что будет больше зарабатывать это индекс применяют которые согласно опросам уже дает пятьдесят два и шесть процентов показатель это выше чем все докризисные значения то есть есть действительно хорошее оптимистичное настроение и введение того что бизнес будет развиваться будущему менеджеров среднего звена у топ-менеджмента и соответственно также у нас идет и увеличение верни рост положительный рост настроения настроение и уверенности консюмерсов это потребители то есть и сторона производителей видит что да будет все хорошо в будущем и сторона потребителей тоже готова больше тратить исходя из этого экономика постепенно это уже вернее говорит о том что экономика постепенно 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 восстанавливается раз она постепенно восстанавливается в таком случае у нас и компании начнут зарабатывать больше денег и будет выход из низкорисковых активов и как как результат будет больше вложений в в высокорисковые долевые активы, то есть те же акции. Исходя из этого, американский доллар рассматривается больше на падение, американский фондовый рынок и фондовый индекс рассматриваются больше в рост, ну и, соответственно, длинные облигации больше рассматриваются в шорт, но в то же время есть одна загвоздка, все-таки мы еще не пережили период кризиса, период кризиса у нас еще все-таки остановился, ну, вернее, как мы в нем еще живем, поэтому если посмотрим общий рынок, вот сейчас у меня прогрузится, то мы видим, что буквально вот сегодня долевой рынок, в частности S&P 500, TripleQ, та же недвижимость, все они сегодня очень даже неплохо выросли, но в то же время, обратите внимание, золото тоже растет, кеш падает, то есть это короткие облигации, и длинные облигации тоже пока растут, то есть по факту, что сейчас происходит? Происходит следующее, что рынок на данный момент находится в таком состоянии еще неуверенного оптимизма, то есть боятся, что еще, возможно, будет вторая волна коронакризиса, как результат, часть денег заходит в золото, соответственно, золото в ближайшее время еще будет расти, это раз, второй момент, будет заход в облигации, но не таким большим объемом, и, соответственно, больше будет идти в рост непосредственно фондовый сам рынок, будет именно фондовый индекс, долевой рынок, это S&P 500 и индексы 3пл Q, индекс НАЗА 100, который повторяет, динамику которого повторяет и фонд 3пл Q. Так, соответственно, на данный момент вот такая ситуация, как результат, это все приведет к чему? К тому, что американский доллар больше будет рассматриваться в продажу, потом сырьевые страны, такие как Австралия и Новой Зеландии, большую покупку, и в целом по отношению к доллару мы рассматриваем больше динамику в short, то есть евро-доллар long, фунт-доллар long, out-USD, NZD-USD, это все в рост, потому что доллар больше рассматривается в продажу по отношению к этим валютам. Кроссы, они, конечно, будут отторговаться немножко по-другому, кроссы будут по-своему торговаться, вот на данный момент наша динамика с следующей недели, это у нас какой будет? 0,6, 0,7 уже 2020 года, уже середина лета, вот, и динамика у нас, вернее, валютная матрица у нас будет иметь вот следующий вид, единственное, что валютные пары по отношению к доллару рассматривайте на продажу доллара. Так, дальше, и теперь что касается непосредственно самих сделок. На данный момент у меня еще в работе сделка по евро-доллару, видим, было хорошее движение вверх, наверх, пока оно тут раз торговается, поэтому ждем, тенденции я больше все-таки по нему смотрю наверх, возможно, еще будет какой-то небольшой откат, и потом пойдем наверх, но пока такая вот динамика, поэтому я сижу в покупках и жду дальнейшего развития событий. По фунту, вот буквально сегодня, вернее, как я зашел, сейчас покажу, когда позавчера, это было во вторник, здесь очень даже неплохой сигнал был, сейчас его покажу по индикаторам нашим. Так, тут мне нужно указать, 2020 год, третий месяц, если не ошибаюсь. О, да, сеть был очень хороший заход, в том плане, что рост, откат сильно выросли, вернулись обратно к нашему промежуточному уровню, и выше него можно было рассматривать вверх, и в целом тенденцию больше по фунту рассматриваю я наверх, к верхней границе нашей в этой сезоны. Поэтому сделку я зашел, половину закрыл, остальное жду дальше, потому что если даже будет падение, буду еще добираться и дальше его рассматривать вверх. Кстати, посмотрите на размер, сейчас объясню почему. Доллар-франк пока в диапазоне, пока ждем. Доллар-иена тоже тенденция больше вверх, чем вниз, именно по иену, потому что все-таки больше инвестий в деньги выводит из Японии в зарубежные активы. Вот, поэтому я его пока жду, пока жду вверх, тейк-профит, видите, выставлен, поэтому есть куда еще расти. НЗД-иена тоже тенденция больше вверх, но сигналов пока нет. НЗД-юсд, та же самая картина, но тоже сигналов пока нет. USD-кат, вот тут тоже такая интересная картина, скорее всего мы здесь будем в длинном флэйте, но общая, глобальная картина, тенденция больше вверх, чем вниз. Дальше, AUT-USD, тенденция тоже больше вверх, чем вниз, но пока сигнала как таково нет, поэтому ждем. Аут-кат, пока ждем, пока нет ни сигнала, ни на продажу, ни на покупку, поэтому лучше подождать. Аут франк, та же самая картина, видите, ровно по центру, пока сигналов нет. Аут ена, ровно по центру, сигналов нет. Поэтому, знаете, в чем прелесть вот такой торговли? Просто нет сигнала, все, отключайте и ждете другой сигнал, и вообще не паритесь. Аут нтд, та же самая картина, нет пока адекватных сигналов на вход, пока ничего не пробили, поэтому ждем. Канада франк, тоже внизу, сигналов как таковых нет, тоже ждем. Канада ена, та же самая картина, ждем. Франк ена, тоже ждем. Так, евро аут, по евро ауту мы в сделке, тенденция у меня больше наверх, поэтому ждем, хороший был раз торговый, находимся на самом минимуме и вот здесь тоже от данного пробойного уровня, пока его больше рассматриваю наверх. Так, ну тоже ждем, сейчас дальше погнали по другим, еврокат, ровно по центру, нечего делать, здесь будет очень сильная расторговка, евро франк, вот здесь возможно будет тенденция наверх, пока сигналов как таковых нет, поэтому будем ждать, но пока есть все шансы, что можем развернуться наверх. Евро фунт, тоже находимся, ну не то чтобы по центру, тут, кстати, надо немножко поменять индикатор лист, секундочку, надо написать как минимум, это у нас 19.03, поэтому сейчас его я здесь и поменяю, 2020.03. Так, вот так вот, сейчас у нас новая динамика, потому что, видите, сильное было движение, поэтому если есть сильное движение, лучше перерисовать. Так, и тут был сигнал на продажу, но пока уже я бы в него не заходил. Евро иена, тоже сильное движение, но пока сигналов нет. Евро и ЗД, тоже видим пока сигналов вообще никаких нет, фунт, а вот постепенно начинает восстанавливаться, мы заходили здесь несколько раз, раз, два и ждем, когда он дальше пойдет восстановление. Фунт Канада пока нет, фунт Франк тоже пока нет, фунт Иена ничего, фунт НЗД, вот здесь тоже рисуется сигнал, но я пока его буду ждать, потому что НЗД все-таки большую покупку, чем фунт, поэтому есть шанс, что еще может упасть, может упасть вплоть до вот этих минимумов, поэтому лучше подождать. Так, НЗД Канада, тенденция наверх, здесь я бы не заходил в шорт. Вот доллар-рубль, с доллар-рубля я вышел, сейчас покажу где, а то у меня что-то сбились картинки. Вот, у нас была с вами сделка, я вот буквально недавно с него вышел, и в принципе, если вы заходили вместе со мной, тоже можете его постепенно закрывать, тем более, что мы находимся вблизи той цены, где я выходил. Так, золото больше, тенденция наверх, пока хорошего сигнала я не вижу, поэтому я его пока не трогаю. Биткоин, по Биткоину очень неоднозначная сейчас картина, скорее всего, будут его держать в таком широком, долгом, долгом флейте, поэтому ждем. Дальше, Платина, тенденция больше наверх, но тоже пока сигналов нет, поэтому лучше подождать. Дальше, хорошо у нас вырос НЗД, мы забрали очень неплохую доходность, я думаю, что его сейчас можно закрыть. ТАС, вернул его на графе, чтобы было видно, что, в принципе, очень даже неплохо мы себе взяли. Вот, S&P 500, тоже тенденция пошла наверх, здесь, конечно, не так хорошо забрали, как на Наздаке, но тоже неплохо. Ну и VIX, я тоже его закрыл уже, это Инда Страха, очень хорошо напугались и упали, сейчас пока здесь торгуемся, но тоже неплохо заработали. Итого, на данный момент, на балансе 9704 доллара, еще нам не хватает 300 долларов для того, чтобы удвоить свой депозит. Есть несколько тратных сделок на общую сумму, пока у нас минус 220, если их все закрыть. Вот, поэтому ждем, когда все остальное пойдет к нашему тейк-профиту. За все время, это у нас уже практически 16 недель, была всего одна сделка, которая была закрыта под стоп-лоссу, все остальные у нас закрыты под тейк-профиту, что не может не радовать. Вот, собственно, на данный момент такая у нас ситуация по рынку. Торгуйте, зарабатывайте, инвестируйте, читайте мой телеграм-канал, ну и зарабатывайте деньги. С вами был Михаил Вичер, успехов вам, больше профитов, увидимся с вами ровно через неделю.